Доброго времени суток, мои дорогие зрители! Рада вас видеть на своем канале! Сейчас очень популярны так называемые экспресс-рецепты. Это рецепты блюд, которые вы уже когда-то готовили, но вам предлагают упрощенный вариант. Например, медовик за 30 минут. Я решила проверить, возможно ли такой большой и не совсем простой торт приготовить за столь короткое время. Просмотрев несколько рецептов в интернете, мне стало очень любопытно, смогу ли я приготовить такой торт за 30 минут. Даже без учета выпечки коржей, подготовки всех продуктов и, конечно же, пропитки. Ну что, давайте проверим, насколько реально приготовить действительно вкусную классику советской выпечки за 30 минут. А перед тем, как начать просмотр, поддержите мой канал, подпишитесь, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну что, поехали! За основу я взяла достаточно свежий видеорецепт от известной Ольги Матвей. Ссылку на него вы найдете в описании под видео. Также там вы найдете список всех ингредиентов и рецепт. Я уже включила духовку на разогрев, температуру выставляя 180 градусов. Первым делом я растоплю 300 грамм сливочного масла, 180 грамм сахара и 4 столовых ложки меда на медленном огне до полного соединения всех ингредиентов. В оригинальном рецепте сказано, что сливочное масло можно брать любой кондиции. Поэтому я взяла пачку масла сразу из морозильной камеры и, как на видео, прямо целым куском начала его топить. Я все-таки советую либо предварительно порубить масло на более мелкие куски, либо брать немного подтаявшее, так как мой кусок растворялся минут 10, а это уже треть заявленного времени. Вот смотрите, у меня вот такой кусок долго болтался в кастрюльке. Я уже его и ковыряла, и энергично мешала. В общем, что я только не делала, чтобы ускорить процесс. Ну, наконец-то, масса стала однородной. После этого я еще немножечко прогреваю ее, буквально одну минутку, и добавляю 2 чайных ложки соды. Сразу должна пойти реакция, масса начинает увеличиваться в объеме, светлеть. Это значит, что сода сработала, и все идет по плану. Еще 2 минутки прогреваю массу и отставляю ее в сторону остывать примерно 5 минут. Дальше я беру 4 яйца и начинаю их по одному вбивать в массу. Вбила дно и перемешала. Таким образом, нужно ввести в массу все 4 яйца. А тем временем уже прошло 22 минуты. А это значит, что у меня осталось 8 минут, чтобы испечь коржи, разрезать их, собрать торт и обсыпать крошкой. Совершенно очевидно, что это невозможно. Подозреваю, что подсчет времени считается без учета подготовки продуктов, застилания противней пергаментом, время разогрева комфорта, например, электрической и другие разные мелочи, которые незаметно отнимают время. Ну а я продолжаю. Я ввела уже все яйца в массу и начинаю всыпать муку. Далее всыпаю муку в 2 приема, как советует автор. И тут у меня получилась в итоге другая консистенция, не такая, как была на видео. У меня получилось намного более тугое тесто. Я думаю, что это связано с тем, что масса моя была гораздо теплее. То есть она не остыла и мука начала быстро-быстро набирать влагу. Прошу заметить, что все ингредиенты я отмеряла с точностью до грамма, поэтому ошибки быть не может. Итак, я застелила пергаментом противень и начинаю выкладывать тесто. Тесто нужно разделить на две части. Конечно же, быстрее выпекать сразу на двух противнях, как делал это автор рецепта. Но я не думаю, что у всех есть два противня. Обычно в комплекте к духовке идет всего лишь один. У меня также один, поэтому выпекать коржи я буду по очереди. И опять же таки в оригинальном рецепте тесто так красиво растекалось практически само. Мне же пришлось его очень сильно выравнивать. То есть учитывайте, что это тоже занимает время. Потому что я рассчитывала, что оно растечется. Я ему немножко всего лишь помогу. Но здесь мне пришлось немножко повозиться. Но это все зависит от качества конкретных ваших продуктов. Есть мука большей клейкости, есть мука меньшей клейкости. Или же яйца могут быть совсем мелкими или крупными. В домашних условиях предусмотреть результат практически невозможно. Он будет плюс-минус разный. Даже если вы готовите уже много раз один и тот же рецепт. Тесто я ровняла кулинарным шпателем. Очень удобно, получилось даже ровно. А время уже давно перевалило за 30 минут. Поэтому я просто оставила таймер включенным, чтобы в итоге посмотреть, сколько всего у меня лично заняло приготовление медовика за 30 минут. Конечно же, если я испеку по этому рецепту медовик раз 5-6, то у меня выработается кое-какой автоматизм. Я однозначно буду готовить торт быстрее, чем делала это в первый раз. Но все же 30 минут это очень громкое заявление. Итак, первый противень готов. Я отправляю его в духовку буквально на 5-7 минут. Итак, корж готов. Автор говорит, что коржи быстро стынут. Действительно, это так. Пока выпекался второй корж, первый был почти остывшим. Мои два коржа готовы. Я обрезаю края и делаю из двух коржей 4. Ну и, конечно же, обрезки из коржей я никуда не деваю. Я просто перемолю их в крошку. В рецепте указано, что нужно еще добавить песочное печенье, но моих обрезков хватило на весь торт, даже еще осталось. Начинаю готовить сметанный крем. В оригинальном рецепте указано сметаны от 1,5 до 2 литров. Я же решила взять среднее значение 1650 грамм. Сметану я сгружаю в миску, добавляю 200 грамм сахарной пудры и взбиваю пару минут. Сразу же добавляю загуститель. Вы же добавляете столько загустителя, сколько советует производитель. У меня одна пачка идеально сгущивает 250 грамм сливок. Итого у меня ушло 7 пакетиков. На пакетике написано, что это загуститель для сливок. На самом деле без разницы. Для сливок, для сметаны. Это одно и то же. Еще раз немного взбиваю крем и жду, пока загуститель вступит в реакцию. Должна получиться достаточно густая консистенция. Ну, таких хорошо крепко взбитых сливок. Итак, крем готов. Можно приступать к сборке торта. Я делаю подложку под первый корж, чтобы потом торт не ерзал на блюде. Ольга советует намазывать толстым слоем крем, так как коржи впитывают достаточно много влаги. Ну, а я щедрой души человек не пожалела и намазала достаточно толсто. У меня получилась даже толще прослойка крема, чем в оригинальном рецепте. Но мне очень понравилось в итоге. Результат меня порадовал. Я закончила промазывать коржи. Теперь хорошо промазываю торт по бокам и выравниваю. Крема на эти участки тоже можно не жалеть и очень щедро промазывать. Измельчаю обрезки коржей в блендере, чтобы получить мелкую крошку. Начинаю обсыпать торт крошкой. По бокам я обсыпала и немножко так притаптывала, чтобы больше крошки прилепилось. Здесь мне помогает украшать торт моя маленькая помощница Вероника. Она очень хотела поучаствовать в этом процессе. На все про все ушло минут 5-7. И мы поставили торт в холодильник на всю ночь, чтобы он хорошо пропитался. Останавливаю таймер. Он показывает 2 часа 8 минут. Смело отнимаю минут 40, так как съемка занимает какое-то время. Итого получилось 1 час 28 минут. Доброе утро торт! Очень аппетитно выглядит. Аромат восхитительный. Давайте посмотрим, какой разрез. Режется очень легко. Он очень пышный, очень мягкий. Прям как, не знаю, облачко. Вау, какой он красивый. Внутри получился, смотри. Бомбезный. Все, он отрезал от торта. Он классный. Жря я наговаривала на лицо. Да, действительно, он бомбезный. Я уже и забыла, что он готовился больше 30 минут. Это вообще не имеет никакого значения на самом деле. Этот торт однозначно стоит потраченного на него времени. Рецепт этот оказался абсолютно несложным. Его сможет приготовить любая хозяйка. Набор продуктов совершенно нехитрый. Есть в каждом магазине. Желательно, конечно, не экономить. Покупать сметану пожирнее. Масло только настоящее. Никакой спред, маргарин не подойдет. Мед можно брать любой. Цветочный, хречишный. Главное, чтобы он был натуральным. Вот таким должен быть медовик. Да и вообще любой торт. Он должен таять во рту. Однозначно советую этот рецепт. Буду советовать своим друзьям, знакомым, маме обязательно. Теперь только таким способом буду готовить медовик. Никакой раскатки. Да, возможно, он готовится больше 30 минут. В моем случае. Но все равно это меньше, чем раскатывать каждый корж, вырезаясь. Вот эта вот вся история. К слову, на следующий день торт стал еще вкуснее. Главное при хранении закрывать медовик пленкой или хранить в специальном коробе для тортов. Или чтобы в холодильнике не было посторонних запахов, чтобы торт не набрал в себя вот эти все запахи холодильника. Я могу смело заявить, что эта реплика на медовик однозначно лучше оригинала. Но это на мой вкус. Вы тоже попробуйте этот рецепт. Я думаю, вам однозначно понравится. Ну а если вам понравилось мое видео, не забудьте поставить лайк. Вам не сложно, мне приятно. Также оставляйте комментарии и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые красивые блюда. Всем приятного аппетита! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok